ДИНАРА САДУ Сегодня в Казахстане празднуется День хлеба. В этом году к торжественной дате страна подошла с высокими показателями. Урожай превысил прогнозы и хлеборобы уже собрали больше 16 миллионов тонн пшеницы. Кроме того, казахстанские аграрии намолотили свыше 20 миллионов тонн зерна. Таким образом, у отечественных фермеров есть возможность обеспечить мукомольной продукцией не только отечественный рынок, но и успешно продавать ее за рубеж. Напомню, праздничная дата. Праздничную дату учредили три года назад. Постановлением правительства она призвана укрепить высокие статусы всех профессий, причастных к производству хлеба. За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом. По информации Минздрава страны, на 16 октября лечение от КВИ продолжает получать 980 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся два пациента. В состоянии крайней степени тяжести три человека. К аппаратам ИВЛ подключены три пациента. С начала пандемии Китай пережил 300 вспышек, связанных с завозными случаями. Об этом сообщил ведущий эпидемиолог страны на прошедшей пресс-конференции. Каких успехов добилась Поднебесная в борьбе с пандемией и будет ли отменять ограничения? Об этом в нашем следующем материале. На данном этапе сложно сказать, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни с научной точки зрения. Потому что все еще существует большая неопределенность в отношении вируса. В частности, его мутация ускоряется. Еще недавно звучали робкие прогнозы, что после съезда Компартии Китай сможет постепенно отменить коронавирусные ограничения. Как видно из комментария эксперта, конкретных планов и сроков еще нет. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в мире. Пока же КНР будет продолжать бороться с пандемией на основе накопленного опыта. За последние три года в Китае произошло больше 300 локальных вспышек, вызванных завозными случаями. Все они были взяты под контроль. Это доказывает, что политика динамического нулевого ковид является научной и эффективной. И соответствует реальной ситуации в Китае. Поэтому мы должны непоколебимо ей следовать. На конец сентября в Китае привилось больше 90% населения. Почти 900 миллионов получили бустерную дозу. Однако препараты и вакцины от ковид еще не совершенны. Последствия от болезни не до конца изучены, считают эксперты. В случае ослабления мер ситуация может выйти из-под контроля. Оценивая эффективность принимаемых мер, мы должны не только считать экономические выгоды или убытки, но и оценивать их благоприятные стороны для здоровья и жизни людей, а также общества в целом. Мы должны оценивать эти меры в динамике. В условиях пандемии наши меры будут наиболее экономически эффективными, если смогут принести пользу людям в более широком смысле и в долгосрочной перспективе. На сегодняшний день почти во всех регионах страны регистрируют случаи коронавируса. Из-за вспышки временно ограничено сообщение Синьцзяна с остальной частью Китая. А город Хухото внутри Немонголии находится на локдауне. И он не единственный в стране. Из всех населенных пунктов, где есть хотя бы один заболевший, приехать в Пекин невозможно. Чтобы разрешили, должна пройти как минимум неделя с момента регистрации последнего случая. А из-за съезда Компартии Китай меры стали еще струже. К примеру, журналисты, аккредитованные в Пекине, чтобы попасть на открытие съезда, уже вчера заехали в гостиницу, где находятся в так называемом узыре. Мы свободно передвигаемся по территории отеля, которая огорожена. Но домой сможем вернуться только после завершения мероприятия в воскресенье. Фотогост Сыргабаева, Владимир Грабарь, Хабар-24 из Китая. 41 человек погиб в результате взрыва на угольной шахте турецкой провинции Бартын. Об этом заявил президент Турции Реджептей Пардоган. Спасательная операция началась сразу после взрыва. Для экстренной помощи раненым была задействована авиация. Бригады спасателей работали всю ночь, пытаясь найти выживших среди завалов на глубине сотни метров. По данным министра внутренних дел Турции, взрыв произошел на глубине почти 300 метров. Всего же, по данным ведомства, в шахте могли находиться около 110 человек. Причины взрыва пока не установлены, значит, расследование. Напомню, в 2014 году Турцию потряс сильнейший взрыв на шахте рядом с городом Сума. Жертвами трагедии тогда стали больше 300 человек. Авария на угольной шахте в Амасре унесла жизни 41 человека. ЧП будет всесторонне расследовано. Нашей первоочередной задачей было спасти рабочих, оказавшихся под землей. 24-этажное здание загорелось в одном из районов Стамбула. Огонь, начавшийся на нижних этажах через подъезд, быстро перекинулся на верхние этажи здания. Жильцы дома были благополучно эвакуированы. Причины пожара устанавливаются. Один человек погиб в результате наводнения на греческом острове Крит. По данным местных СМИ, тело 50-летнего мужчины было найдено в пригороде Эрклиона, где проливные дожди вызвали сильные наводнения. Еще несколько человек пропали без вести. Работу приостановил местный аэропорт. Жители пострадавшего региона получили предупреждение. Власти попросили людей воздержаться от перемещений и следовать указаниям экстренных служб. В столице Германии обсудили внешнеполитические инициативы Казахстана. Круглый стол с участием ведущих немецких политологов и экспертов по странам Центральной Азии состоялся по инициативе посольства Казахстана в Берлине. Открывая встречу, глава депмиссии Нурлан Унжанов проинформировал участников об итогах шестого саммита СВМДА, отметив, что значимая диалоговая площадка преобразовывается в полноценную международную организацию. Также эксперты обсудили итоги седьмого съезда лидеров мировых и традиционных религий, которые принимала Астана. По словам немецких политологов, в это сложное время Казахстану удалось собрать духовных лидеров и представителей самых разных культур и конфессий. Эксперты подчеркивают исключительную роль Казахстана в продвижении межэтнического диалога. В центре внимания были и внеочередные президентские выборы. Как известно, 20 ноября казахстанцы будут выбирать президента на один срок в семь лет. Германские эксперты дали свою оценку грядущим политическим изменениям. В Казахстане президента будут выбирать на один срок продолжительностью семь лет. Это своего рода революционная реформа не только для Казахстана, но и для всего региона Центральная Азия. Это подчеркнули многие участники круглого стола. Я считаю, это большой шаг и правильный вектор в движении. И для страны он принесет новый импульс. Президент будет знать, что у него только один срок. И за это время он будет стараться воплотить в жизнь как можно больше планов. Роль Казахстана во внешней политике, как европейской, так и мировой, становится более значимой. Ваша страна – мост между Востоком и Западом. А с политической и экономической точки зрения Казахстан в Центральной Азии – важнейший партнер для Европы. В Казахстане проходит множество значимых форумов и конференций, главная тема которых – мирные инициативы. Один из таких саммитов – СВМДА. Он важен для укрепления сотрудничества в Азии. Такие саммиты, как СВМДА, а также съезд лидеров мировых и традиционных религий – очень нужны, особенно в наши неспокойные времена. Строить между странами, континентами и обществом доверие – это невероятно важно. Я считаю, Казахстан необходимо поблагодарить за его усилия, так как немногие страны в мире ведут такую миролюбивую политику, как вы. Продолжаем выпуск. Семь пожарных мобильных комплексов со спецоборудованием организовали в отдаленных районах Акмолинской области, чтобы предотвратить возможные возгорания. В регионе продолжают усиливать меры пожарной безопасности в лесных хозяйствах. Сельхозформирование обустраивает вдоль своих территорий защитные полосы от огня. Пожарные же проводят регулярные рейды и профилактические мероприятия. С подробностями Аслана Буталипов. В Сандахтаусском районе большую часть территории, а если быть точнее, около 80 тысяч гектаров земель занимают лесные массивы. Здесь работают три лесных хозяйства, поэтому в первую очередь именно здесь усилили меры профилактики и пожарной безопасности. Только в одном лесхозе почти 25 тысяч гектаров леса. К обеспечению защиты от возгорания местные лесники подошли серьезно. С помощью техники проводится устройство противопожарных минерализованных полос, то есть спашка окраин леса. На разных участках лесничества более 20 ее работников сейчас несут постоянное патрулирование. А на этой небольшой возвышенности дежурит пожарная машина, чтобы в случае чего сразу же выехать на тушение огня. Плюс у нас лесная пожарная станция еще имеется, в ней находится пожарная машина, лесной пожарный комплекс. Это вообще эффективная вещь, в случае пожара мы выезжаем быстро, это на базе УАЗика, у УАЗа на этой технике. Там с бочка с водой небольшая находится, то есть оперативно сразу ребята работают с ранцами. Наиболее опасные места это сопки, потому что они трубнодоступные, туда во-первых тяжело добраться и определить место пожара, поэтому на них больше внимания обращаем. В защите от возможных возгораний готовятся и аграрии региона. Некоторые приобрели собственную технику для тушения огня, которая ничем не уступает пожарным машинам. Также вдоль сельхозу Годи проводят минполосы. Их обустройство участили до четырех раз в год. Эти вспаханные участки земли шириной как минимум четыре метра не дают перекинуться огню из поля в лес или же наоборот, из леса в поле. Всего в области так вспахали более ста километров земли. У нас увеличены территории зоны обслуживания, вертолетные техники, которые у нас ежедневно проводят авиапатрулирование. Если в течение пожароопасного периода у нас было пять районов, то мы возрастили. У нас сейчас семь районов, которые обслуживают каждое авиаслошан. На сегодня у нас состав мобильных групп составляет 61 по области. Ежедневно они также проводят рейдовые мероприятия в местах, где у нас в основном в выходные дни скапливается население. За счет таких мер возникшие пожары возможно будет быстро потушить, уверяют огнеборцы. К слову, проблемы с противопожарной техникой и оборудованием в некоторых лесхозах все еще актуальны. Но местные власти убеждают, что в ближайшие годы этот вопрос будет решен за счет предусмотренных бюджетных средств. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Виктор Полянный, Акмолинская область, Хабар-24. Силу и ловкость охотничьих собак проверили в Алматы. Там прошла традиционная выставка четвероногих. В ней участвовали казахские таза, лайки, ретриверы и не только. Оценивали питомцев эксперты-кинологи. Гафу Али продолжит. Участие приняли более сорока четвероногих. На демонстрационное поле вышли представители разных пород. От псовых борзых, лаек, спаниели до немецких як-терьеров и гончих русских. Особую роль организаторы отвели и казахским тазы. Их на выставке было больше остальных. Я приехал сюда из области ЖТСУ. Хотел узнать, как будут смотреться мои тазы на фоне других собратьев. Вообще тазы – это аборигенная порода. Их не разводили. Они благородны и универсальны. Сами ищут дичь, охотятся и ловят. К тому же они очень чистоплотны. Не будет лукавством, если скажу, что это самая благородная порода в Азии. Собаку мне подарил друг, ветврач. Именно об этой собаке я очень долго мечтал. Это классная преданная собака, дружелюбная, активная. И я брал ее в качестве охотника, помощника. Приехал на выставку, посмотреть других собак, показать свою собаку. Ну и для общего развития. Состояла выставка из нескольких этапов. Собаки прошли осмотр ветеринара и экспертов-кинологов на чистоту происхождения. Завершился конкурс проверкой скорости и охотничьих навыков псов. Организовала конкурс Республиканская ассоциация охотников. Немаловажным фактором является, и, наверное, он будет стоять во главе угла, то, что мы хотим, чтобы наши тазы признали в Международной кинологической организации. Для этого ассоциация «Кансонар» прилагает все усилия, чтобы наша собака зазвучала на весь мир. Это немаловажный фактор. Это наша национальная гордость. Это то, к чему мы стремились очень давно. И я надеюсь, что у нас все получится. Тазы считается гордостью и одной из семи богатств казахского народа. Но официально запатентовать эту породу собак пока не получилось. Ведь чтобы обратиться в Международную кинологическую федерацию за патентом, нужна родословная. У многих заводчиков ее нет. Впрочем, организаторы надеются, что подобные выставки поспособствуют тому, чтобы национальная порода собак была признана во всем мире. Гафу Али, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар-24. В Женеве проходит международный конкурс робототехники для старшеклассников. Команды соревнуются друг с другом с помощью самодельных роботов. Их школьники создавали последние несколько месяцев. Всего в конкурсе участвуют 180 команд из разных стран. Темой для соревнований этого года стала борьба с глобальным потеплением. На этом пока все. Я желаю вам хорошего воскресного дня. До встречи.